Всем привет! Сегодня мы с вами будем играть новой косметикой, потому что я вот так вот перед собой собрала кучу всего нового, здесь и бюджетные бренды, и люксовые бренды, всего понемножку, и делать мы с вами будем тот макияж, который вы видите сейчас на мне. В последнее время меня как-то дико повернуло в сторону каких-то более вытянутых, таких кошачьих форм, со стрелкой, еще и в розовой гамме, что для меня совершенно нетипично, и вообще я сегодня вся такая розовенькая, у меня розовый макияж глаз, и розовые румяна, и светло-розовая помада на губах, в общем такой себе идеальный макияж розовой шапочки, и если вам интересно посмотреть, как я его сделала, то продолжайте смотреть, потому что я вам все в деталях покажу. И начнем мы с вами как обычно с макияжа глаз, но в качестве базы я буду использовать не консилер, как я это обычно делаю, а давно забытую мной базу по тени, вернее это новая база по тени, я недавно оформила заказ в Sephora, и вот попалась мне вот эта вот база на глаза, она называется Sephora Tinted and Cooling Eye Primer. Я уже на самом деле забыла, когда я последний раз на глазах использовала именно праймер, мне кажется это была прерогатива так макияжа пятигодичной давности, а после этого все как-то начали использовать консилер. И в принципе понятно почему, потому что у большинства из нас неравномерный оттенок кожи, у кого-то просвечиваются капилляры, как у меня, у кого-то вены, у кого-то какие-то пигментные проблемы, из-за этого тени выглядят плохо, если их наносить на вот такой вот холст. Честно говоря, я посвотчила уже эту базу, и она такая не сильно многообещающая, но пока не хочу выносить окончательный приговор, пока не попробую на глазах. Я вот не знаю, пальцем растушевывать или спонжем, давайте спонжем попробую. Ну, что-то консилия мне нравится больше. Когда я свотчила, мне показалось, что покрытие недостаточное для того, чтобы перекрыть какие-то мелкие проблемы навеки, но покрытие на самом деле вполне нормально, то есть все мои капилляры в принципе исчезли, но эта база растушевывается какими-то кусками, то есть тут как-то навеки у меня какие-то хлопья как будто остались. Этот глаз попробую растушевать просто пальцем. Пальцем как будто лучше, но у меня такое впечатление, что я все равно буду использовать консилер, потому что консилер мне нравится гораздо больше. Для макияжа глаз я хочу использовать свой фаворит последнего времени, я уже показывала вам эту палетку от Revolution, она называется Forever Flawless, и я вам уже показывала такой нейтральный макияж, вернее как нейтральный, такой песочно-рыжеватый макияж с этой палеткой, а сегодня я хочу больше затронуть розовую гамму, потому что на мне сегодня сарафан с такими розовыми элементами. Вам этого, конечно, нифига сейчас не видно, но у меня такие как розовые цветочки здесь по всему сарафану, и я решила это немножко обыграть и добавить чего-то розовенького на глаза. Первым оттенком в растушевке у меня будет вот этот розовый, который называется Lavish. Следующим я возьму оттенок Scorched, они очень похожи между собой, в своем обзоре я говорила, что в принципе от одного можно было бы избавиться, и сейчас я вам покажу, насколько они отличаются. Этот чуть более насыщенный, чуть более глубокий. Теперь я возьму вот этот оттенок пыльной розы, который называется Affluent, для того, чтобы этот макияж не был настолько розовым и настолько как болезненно воспаленным своего рода, то есть вот этот оттенок его очень хорошо приглушит. Для еще большего затемнения я возьму оттенок Splendid. Самое сильное затемнение я смогу создать с помощью вот этого оттенка. К сожалению, он недостаточно темный, насколько бы мне того хотелось, но в общем-то другого не дано, буду использовать то, что есть в этой палетке. А на подвижное веко нанесу вот этот потрясающий металлик, который называется Plush. И может быть это будет ошибкой, но мне хочется немножко разбавить все-таки этот розовый. И здесь есть вот этот оттенок, который называется Pearls. Это очень насыщенный такой вот белоснежный металлик, и я вот думаю вот попробовать, может быть, его на центр века нанести. Вот, типа вот так вот. По-моему, оно. Я очень довольна тем, что у меня получается. И, кстати, этот оттенок, как видите, он не выглядит белым. Из-за того, что внизу вот эта бордовая база, он превратился в какой-то такой даже лиловый, ну просто потрясающе здесь выглядит. Теперь, очень важное правило розового макияжа глаз. Розовый макияж глаз, по моему мнению, отлично сочетается с черной подводкой. Потому что любые воспаления глаз, типа ячмень и так далее, это как раз возникает вот где-то вот в этой зоне ресничного края. И если там будет находиться черная подводка, а я буду использовать свою любимую, это L'Oreal Flash Cat Eye, вот это как раз уберет вот эту ненужную болезненность. И я хотела, чтобы весь акцент у меня был на такой вытянутой кошачьей форме вместе со стрелкой. Поэтому на нижнее веко я совсем слегка нанесла оттенок Glimmer. И мне кажется, он хорошо сюда подошел, потому что он практически незаметный, но делает такой эффект, как будто влажных глаз. В общем-то, все, что мне сейчас осталось делать, это только накрасить ресницы. Я, собственно, сейчас это и сделаю и вернусь к вам. Пора переходить к тону. И мы сегодня с вами будем тестировать какой-то новенький. Опять-таки, возвращаясь к заказу Sephora, я добавила себе два пробника тональных основ, которые я очень хотела попробовать. Первая, мне кажется, уже более раскрученная на YouTube, уже очень много на нее отзывов, это Dior Backstage. Причем, кстати, здесь, по-моему, праймер есть и несколько оттенков тональной основы. Но это я попробую, наверное, как-то в другой раз. Вот это меня интересует гораздо больше. Вообще, по-моему, ее сейчас пока еще у нас в продаже нет. Это Givenchy Everwear. Здесь тоже у меня на выбор 4 оттенка. Мне кажется, вот этот самый светлый Y110 мне подойдет больше всего. 110 номер. Это в линейке, получается, третий оттенок. Может быть, будет немножко темновато. Но не знаю, посмотрим. Аромат у нее достаточно сильный, такой какой-то цветочный. И наносить я буду, как обычно, спонжем. В принципе, оттенок нормальный, мне кажется, должен подойти. Ой, она сразу превращается в такое что-то бархатно-матовое. Мне почему-то казалось, что она должна быть немножко более сияющей. А она прям в матовую превращается. Причем в такую конкретно матовую. Ну вот я сразу после нанесения для себя лично определилась. Мне не нравится эта тональная основа. Для меня, для моих предпочтений, она слишком матовая. Во-первых, она подчеркнула какие-то шелушащиеся моменты, которые у меня есть. И, кстати, я их до нанесения не видела. Но что мне еще больше не нравится, это то, что она сразу начинает подчеркивать морщины. Это то, что мне в первую очередь не нравится в матовых тональных основах. Хотя, в принципе, видео может выглядеть классно. Потому что в видео обычно матовые и тональные основы выглядят даже лучше, чем сияющие. В коже сразу становится такой фарфоровый на вид. Но в то же время, то, что я вижу в зеркале, мне не нравится. Кожа выглядит сухо и выглядит так, как будто я какую-то дешевую тональную основу на себя нанесла. Хотя стоит она на минуточку. Давайте посмотрим. На сифории ее стоимость 52 доллара. То есть она очень дорогая. Я бы ни разу не причислила ее к каким-то доступным тональным основам. Давайте посмотрим состав. Вода, силикон, спирт. Ну, все. Теперь я окончательно определилась, что это точно тональная основа не для меня. И, кстати, этого пробника я израсходовала вообще совсем ничего. Здесь еще на макияжи 5, наверное, хватило бы. Если еще добавить немножко, то у тональной основы, как я и сказала, матовый финиш. Приблизительно среднее покрытие. Я думаю, можно даже наслоить, чтобы так плотновато было. Но при этом и текстура будет ухудшаться. Мне кажется, она еще больше будет выглядеть маской. Уже даже сейчас мне не очень нравится, как она выглядит на лице. Я вам в любом случае тоже покажу при дневном освещении, как она выглядит для того, чтобы вы больше понимали, о чем я говорю. Потому что вот такой студийный свет делает все обалденно красивым. Но в то же время реальность за пределами студии тоже существует. Поэтому я вам ее и показываю. Сейчас я хочу показать вам еще несколько новинок Avon. Они прислали достаточно огромный пакет с новинками летними. И здесь у меня сохранилась их брошюра. Там разные и маски для лица, и парфюмы тоже женский, и мужской. И SPF, и что там только они не прислали. Но на самом деле из всего, что они мне прислали, я оставила для себя только декоративку. Потому что все остальное мне не подходит по составу. Поэтому я не могу его использовать и, к сожалению, не смогу сделать обзор. И еще я оставила себе маски. Вот эту я не пробовала. Обязательно попробую и вам расскажу. Вот эти я пробовала. Это патчи под глаза и, как она называется, пузырьковая маска для лица. У меня есть уже на камеру снятый результат до и после. Вот это потрясающие штуки. Оставлю 100% для какого-то особого случая. Потому что реально после них смываешь и видишь результат. Вот, как говорится, результат на лицо. А сейчас я хочу протестировать новинки, которые они прислали из декоративки. Здесь румяна, кстати, тоже розовенькие. Все в нашу тему. Также здесь кремовый хайлайтер. У меня, кстати, есть уже такой, но не в этом оттенке. Это они прислали оттенок, который называется Ice Princess. Короче говоря, это такой нежно-нежно-нежно розовый оттенок. Эти хайлайтеры мне нравятся, но они максимально деликатные. Вот это тот хайлайтер, который можно нанести на абсолютно голую кожу без макияжа. При этом вы добавите такое легкое освещение, которое будет выглядеть именно правдоподобно и натурально. Поверх макияжа, может быть, не совсем этого достаточно. Мне вот, знаете, иногда хочется прям вот так вот этим стиком конкретно пройтись для того, чтобы закрепить результат и увидеть то, что он делает. Но, тем не менее, мне нравятся. Они стоят абсолютно недорого. И вот, я надеюсь, вам сейчас видно. Вот это такой вот какой-то нежный глянец. Еле-еле-еле он создает, но, тем не менее, для тех, кому это нравится и для более возрастной кожи, кстати, это будет более красиво, потому что текстура абсолютно не подчеркивается. И, кстати, тональная основа, мне кажется, больше подчеркнула текстуру. Вот этот стик ее как будто сейчас разгладил. Очень мне нравится этот стик именно для такого натурального эффекта. Понятно, что не для сияния из космоса. Так, теперь давайте пробовать румяна в шариках. Это линейка Aventrue Blushed Pearls. И оттенок у меня это Blushed Pink. И если вот это все смешать воедино, получается достаточно яркий розовый цвет. Но нам это сегодня идеально подходит. Эти шарики, кстати, тоже с эффектом свечения. Поэтому мы сейчас продублируем и наш хайлайтер тоже. По-моему, оттенок очень красивый. И он, кстати, идеально просто подходит под эти глаза. Прям тот же тон, только слегка более нежный, потому что это румяна, ну, как бы, соответственно. Так, сейчас я совсем слегка добавлю бронзер, потому что мне не хочется убирать эффект этих румян прям полностью и замазывать это все бронзером. Совсем слегка я добавлю по периметру лица бронзер, сделаю тоже брови. И мы с вами протестируем еще две новые помады. Это новая линейка Nude у Avon. Это, скорее всего, уже всем вам известная линейка Матовый Идеал. Но вот вышли новые оттенки из серии Nude. У них вот такая тоже классная крышка, интересная. Итак, первым оттенком буду пробовать более темный, который называется Cafe Ardell. Это такая настоящая коричневая помада. И, кстати, если вы не знакомы еще с формулой Матовый Идеал, то, по сути, это классическая помада, но она имеет очень пудровый и матовый эффект на губах. Безумно комфортно носится, но в то же время она не стойкая. Поэтому, если вы хотите именно стойкость получить от матовой помады, то это не тот вариант. Но если вы не собираетесь подвергать ваш макияж губ каким-то испытанием серьезным, то это вполне та помада, которую можно использовать, потому что она очень комфортная и в то же время не такая пересушивающая, как жидкая матовая. И, кстати, хотела еще кое-что добавить. Тональная основа на мне уже приблизительно около часа, наверное, с момента ее нанесения. И еще одна замечательная характеристика, которую я могу добавить в список недостатков, это то, что у меня сейчас кожа очень сухой ощущается. Вот такое впечатление, что просто хочется вот прям увлажняющий крем поверх тона какой-то нанести, потому что все начинает прям очень сильно стягивать. Ну и теперь давайте пробовать оттенок Blush. Это очень светло-розовый нюд. Эта помада оказалась настолько светлой, что даже мой светлый карандаш для губ для нее немножко темноват. И контур так слегка проглядывает по губам, поэтому я хочу добавить блеск. И раз мы много использовали Avon, то почему бы и блеск не использовать от Avon? Этот блеск у меня уже достаточно давно, это оттенок Mav. И вот эти блески мои самые любимые у Avon. И может быть, кстати, не только у Avon, они обалденные просто. Во-первых, очень глянцевые, а во-вторых, это очень ментоловый блеск, который прям так конкретно щипит губы. Но из-за этого губы выглядят просто в три раза больше, и уколы гиалуронка не нужны. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, то вы можете это сделать, нажав на круглую конку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете сейчас провести со мной еще немножко больше времени. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.